Солмек Асканов родился 8 января 1943 года в многодетной семье. Отец участник Великой Отечественной войны, а мама была удостоена звания мать-героиня. Детство будущего летчика было трудным. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Казахстан. И лишь в 1957 году они вернулись в родное село Плиево. Солмек поступил в Грузинское ПТУ, одновременно занимался в аэрокубе. Чуть позже на отлично окончил Качинское высшее военное училище летчиков. Выпускника оставили там же летчиком-инструктором. А вскоре перспективного офицера направили в военно-политическую академию. Я, естественно, спрашивал, а когда тебе пришла эта мысль стать летчиком? Солмек мне рассказывал, и я в книге об этом написал, что еще в раннем детстве, когда я лежал на стоге сена и смотрел в небо на мерцающие звезды, и мне хотелось оказаться там, наверху, летать на самолете. И вот тогда именно в нем зародилась эта мысль стать военным летчиком. Солмек Асканов одним из первых среди советских летчиков освоил МиГ-29, истребитель четвертого поколения, на котором и совершил свой последний полет. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в условиях плохой видимости им была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облака, Асканов увидел, что его самолет падает на поселок Воростянку. По правилам, летчик должен был медленно катапультироваться. У него было всего 2,5 минуты для того, чтобы принять решение и действовать. Летчик решает увезти самолет как можно дальше от населенного пункта. Самолет упал в 100 метрах от ближайшего дома на окраине поселка. За этот героический поступок позже указом президента России ему посмертно присвоят звание Героя Российской Федерации. А спустя десятки лет в Липецкой области вновь соберутся сослуживцы Солумбека Асканова, для которых он был больше, чем просто инструктор полетной подготовки. В то же время он был требовательный, в то же время я его знал как профессионала, прекраснейший профессионала, трудоголика. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике, неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Коллеги и друзья, непривыкшие к сложным сочетаниям кавказских имен, называли Солумбека по-дружески Сергеем Сергеевичем. Так к нему и обращается один из журналистов во время записи интервью. Сиди, Сиди, полет проходил нормально? Да, полет это обычно, это наша работа, поэтому мы показываем то, что мы тренируемся, готовимся каждый день, и пошли все по-новому, по-новому. Имя славного сына страны навсегда будет храниться в памяти многих поколений. Свидетельством тому и памятники, открытые в его честь в разных городах нашей необъятной родины. Пять лет назад в Москве в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе открыли бюст первому герою России Солумбеку Асканову. Мы обязаны, живые сегодня, всегда помнить подвиги тех, кто совершал эти подвиги для нас, честь нас и ради того, чтобы мы сегодня жили. Памятник первому герою России открыли в селе Хворостянка Липецкой области. Теперь на месте прежнего скромного обелиска красуется величественная стела из белого мрамора, напоминающая вмывающее небо истребитель легендарного летчика Солумбека Асканова. Обелиск будет хранить память и рассказывать о подвиге человека, который поставил чужую жизнь выше собственной. Мы, однополчане, тех, кого он воспитывал, тех, с кем он служил, с кем летал, никогда не забудем это честное, красивое имя нашего командира. И будем помнить его всегда вместе с индусским народом. У Солумбека Асканова был только МИГ, чтобы принять решение и отвезти падающий МИГ-29 от жилых домов в деревне Хворостянка. Чтобы сохранить воспеваемую жизнь другим, взамен своей, летчик не дал упасть воздушному судну на поселок. Увел подальше от жилых домов, но сам катапультироваться не успел. Был такой врохот, раздавался, потому что самолет падал. И он увел даже вот от дома, от дома, вот козелек, там мало домов. И получилась воронка огромная. Он сам вот, ну сам он решил жизнь свою, людей спас. А если бы вот он на Хворостянку упал в самолет, то тут была бы катастрофа. Был, конечно, очень сильный взрыв, аж зазвенели стекол в поселке. Ну а затем здесь в короткий период времени все же было отцеплено, отцепили военные. Ну и потом это все по крупицам, все потом восстановилось. И сказали, что ценой жизни, спасая людей, еще раз повторюсь, Асканов совершил свой подвиг. Здесь же состоялась и церемония тушения почтовой марки, специально выпущенной Почтой России к 25-летию подвига первого героя России. В памяти Соломбеки Асканове в единственной школе села Хворостянка Липецкой области открыли мемориальную доску. Чуть позже его чаще все приехали в Ингушетию, чтобы пообщаться с родными и близкими легендарного летчика. Но юрный брат Соломбека Хусяна Асканов рассказал ребятам о том, как получил трагическую весть. История гибели героя всегда трогает до слез. Гости из Липецка считают большим везением оказаться здесь, на его родине, в его родном селе. Нас от мала до велика знают все, кто такой Соломбек. И я надеюсь, что все поколения дальше будут знать, почитать его, как мы сейчас почитаем. Спасибо вам огромное за него, за его подвиг. Хочу вам сказать спасибо за то, что он спас нас, наше село от такой трагедии. У него была возможность избежать своей гибели, но он выбрал путь, спасая нас. Ингушетская делегация не разъездила в Липецкую область, а гости из Хворосянки на родине летчика впервые. Ребята прошлись по пришкольному музею славы, где хранятся фотографии и личные вещи героя. Посетили аэропорт имени Соломбека Асканова, где установлен макет самолета-истребителя МиГ-29. Очень долго ждали, очень важная, большая гордость, то, что мы смогли увидеть братьев Асканова, поговорить с ними. Ингушет с большой буквы именно так отзывается о Соломбеке Асканове, первом герое России и его друзья. В Филиппинской области легендарного летчика помнят и любят. Для народа он не умер, а шагнул в бессмертие. Мик генерала Асканова, в котором он проявил героизм и ценой своей, спас десятки жизней, пример для каждого. Мадина Пугоева, Новости 24. Мадина Пугоева, Новости 24.